У нас в медакадемии есть такое понятие, как болезнь третьего курса. Когда заканчиваются общеплинические предметы на первых двух курсах, на третьем курсе студенты впервые встречаются с пациентами в клиниках и читают про заболевания непосредственно. И многие начинают примерять их на себя, находить у себя диагнозы, которых у них нет. Это бывает всегда, с одной стороны, и смешно, и интересно, и все через это проходят. У меня, как у человека, который родился в семье врача, мой папа был врачом, у меня, конечно, эта болезнь протекла раньше, потому что книжки по заболеваниям были дома. И раньше, уже начиная с класса 5-6 школы, когда меня что-то интересовало в моих симптомах, я первым делом почему-то брал эти книжки, не обращался к родителям, просто, может, их и дома не было в этот момент. Я читал эти книжки, находил весьма не лицеприятные диагнозы, которых потом приходилось обсуждать с отцом, чтобы удостовериться, что на самом деле ничего подобного у меня нет. То есть, необходима была консультация врача в домашних условиях. Вот. И в дальнейшем, естественно, с учетом, во-первых, интеллектуальной определенной настройки, врач этой профессии высокоинтеллектуальная, естественно, когда я подходил к окончанию школы, прежде всего, направление мое, направление было химико-биологическое. Были разные разговоры, в том числе, возможно, речь и о преподавании в вузах, потому что маме нравился мой педагогический талант, а мама у меня была учителем, педагогом, но он сейчас тоже работает после большого перерыва, просто уже в меньшем объеме. Вот. И в этой ситуации выбирались разные вузы, ну, особенности экономики нашей страны в то время привели к тому, что я выбирал в пределах Ижевска все равно вуз. И поскольку наклонность все-таки была и химико-биологическая, выбор был между УДГУ и ЖГТОВАНИ, скажем прямо. Я стал готовиться к экзаменам медакадемии, и именно изначально так полагалось, что, может быть, именно медакадемия, я наблю какую-то химико-биологическую направленность своих научных изысканий, то есть своих интеллектуальных каких-то поисков. И так все, собственно, и было. Первые два курса, вот эта база, которая мне была, она мне дала способности к тому, что я очень легко прошел. И в целом даже скажу, что какая-то вот эта научная составляющая, какая у меня милость, она меня немного разочаровала, потому что я немного думал, что все глобальнее. Ну, ошибался, как и все. А в третьем курсе, когда началась стеопропедевтика, когда другие студенты болели болезнью третьего курса, я в это время понял, что я очень люблю общаться с людьми, в данном случае с пациентами. Тут одновременно встретилась любовь к логике, к логическому рассуждению, что в медицине называется клиническим мышлением, и любовь к общению с пациентом непосредственно как с человеком, который нуждается в помощи. Я думаю, одно с другим соединилось, и соединилось это прежде всего на генетическом уровне, то есть передалось именно от отца. Отец был ревматологом, он работал большую часть в жизни в кардиоцентре, затем в сервисе Данбаттену. Он определенное время был главным ревматологом республики. Это была должность, скажем так, административная, и эта должность ему по-своему не нравилась, потому что он был тоже человеком, который очень любил общаться с пациентами, и будучи главным ревматологом, он не имел этой возможности. И не только он страдал от этого, пациенты тоже страдали, они им говорили об этом не раз, что, собственно, сподвигло ему к тому, что он, собственно, и ушел с этого места, и вернулся непосредственно к работе с пациентами. И уже на третьем курсе я понял, что вариантов нет, я стану неврологом, врачом. А уже на четвертом курсе, когда у нас прошло в течение года, даже на первом полгодии неврологии, я понял, что стану неврологом, уже не дожидаясь шестого курса, по той причине, что образ нашли неврология отличается от большинства других дисциплин, он весьма такой, я бы сказал, кибернетический, весьма логичный, хотя многие считают его, наоборот, очень сложным, но вот мне он пришелся по душе. И именно тогда я решил, что неврологом буду непосредственно, и остальные два курса, собственно говоря, доучивался, там были активы по неврологии и так далее, и я активно общался с деятелем нашей кафедры, после чего, собственно говоря, в интернатуру неврологии, естественно, попал. После этого стал неврологом. Вот такая история. И, да, думаю, генетическая именно составляющая, которую я в себе, может быть, не чувствовал, но дала она себе знать именно медакадемии, коли так повернулась жизнь, и хорошо, что она так повернулась, да, генетическая составляющая составляется, она дала себе знать. Вот. Ну, будет или нет у нас династия в плане на дальнейшем, какие дети у меня вырастут, я пока не знаю, но, в таком случае, скажу, что врач – это благородная, ответственная профессия, которая требует определенных изначальных ресурсов человека, изначальной подготовленности, то есть врачами не становятся, врачами, наверное, рождаются по совокупности разного рода факторов, как и многие другие специальности, то есть к этому надо иметь призвание. Вот это призвание куда-то должно раскрыться. Вот поэтому все равно в дальнейшем, когда я стал работать, уже советы отца по некоторым вопросам, поскольку у нас есть некоторые, хоть и разные специальности, он был ревматологом, я неврологом, но их близость определенная к костно-мышечной системе и так далее привела к тому, что разговоры и его помощь определенно мне сыграла на руку вот в этой ситуации, то есть она меня определенным образом продвинула, помогла в тех ситуациях, когда я не мог разобраться с ревматологической составляющей своих пациентов, я часто советую себя с отцом. Субтитры создавал DimaTorzok